Да, никак не могу определиться, какие имена хуже, кыргызские или немецкие, для прочтения. Глава венской полиции Герхард Пюрстель, Пюрстль, еще раз. Однако праздник демократии в цитадели либерализма чудесным образом превратился в подобие дешевого представления провинциального цирка. Да, наверное, на молекулы свободы будут проверять, как и в случае с отличием американского газа от любого другого. Иную систему проверки представить сложно. Итак, на фоне открытия АЭС Лукашенко заявил, что надо переходить на электротранспорт. Да-да, тот самый, от которого так тащатся наши проевропейские хипстеры, считая его признаком высокой цивилизованности и европейской урбанистической культуры. Вот вам и загадка. Какая из двух стран – оплот демократических борцов за технологическое развитие, экологию и высокую урбанистическую культуру, а какая – отсталая постсоветская республика, угнетающая развитие человеческого и технологического потенциала. А что же происходит в Африке? Этим вопросом в нашем экспертном и медиа-сообществе редко кто-либо задается. Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире «Международная панорама» и я, Данил Богатырев. Ключевой темой минувшей недели в ведущих мировых СМИ стали президентские выборы в США. Записывая нашу прошлую передачу, мы ошибочно полагали, что результаты американского волеизъявления станут известны уже на следующий день. Однако праздник демократии в цитадели либерализма чудесным образом превратился в подобие дешевого представления провинциального цирка. В начале 4 ноября, дня следующего за днем голосования, ничто не предвещало сюрпризов. Вполне прогнозируемо, в большинстве ключевых штатов при подсчете голосов лидировал Дональд Трамп. Однако после обеда ситуация начала стремительно меняться. В двух ключевых штатах на севере, а именно Мичигане и Висконсине, с разницей в несколько часов произошел взрывной рост голосов, отданных в пользу Джо Байдена. При отражении на официальном графике подсчета голосов, это явление имело вид вертикально взлетающего количества бюллетеней за Байдена при нулевом количестве бюллетеней за Трампа за аналогичную единицу времени подсчета. Спросите любого политтехнолога, будь то на постсоветском пространстве или на Западе, и он с уверенностью ответит вам, что так на графике выглядит пресловутый вброс бюллетеней. Под вбросом понимается одномоментное введение в урны для голосования или непосредственно в массу подсчитываемых бюллетеней фальшивых голосов за одного из кандидатов. Учитывая то, что более 100 миллионов избирателей в США проголосовали досрочно, большая часть из них по почте, поле для таких методов фальсификации открывалось весьма широкое. Порочность и фальсификационное подноготное почтового голосования были понятны задолго до выборов. Так, в исследовании, проведенном организацией Judicial Watch в сентябре 2020 года, были собраны последние регистрационные данные, размещенные в сети штатами. Затем они сопоставлялись с оценками численности граждан Бюро переписи населения. Наблюдатели пришли к выводу, что в 353 округах 29 штатов США было зарегистрировано почти на 2 миллиона бюллетеней больше, чем граждан, имеющих право голосовать. Более того, в таких штатах, как Мичиган, Аляска, Коварадо, Мэн, Мэриленд, Нью-Джерси, Род-Айленд и Вермонт, уровень регистрации избирателей превысил 100%, а в некоторых штатах показатели разнились почти в два раза. В Техасе было зафиксировано 187 бюллетеней на 100 избирателей, в Нью-Мексико – 177, а в Южной Дакоте – 171. Если кто еще не понял, механизм фальсификации предельно прост. Подкупаем или через связи назначаем лояльных демократам членов избиркомов и людей, ответственных за рассылку бюллетеней по почте. Далее рассылаем гораздо больше бюллетеней, чем число избирателей, получаем бюллетени за мертвых душ, заполняем их за Байдена и отсылаем в избиркомы. Перед подсчетом отсеиваем из почтового голосования бюллетени за Трампа, уничтожаем их и оставляем только голоса за Байдена. В итоге получаем результат, при котором в отдельных округах за Байдена отдано около 100% всех почтовых голосов, что невозможно статистически. Но были и более грубые фальсификации. Так, например, в округе Шиваси, штата Мичиган, кандидату от демократической партии Джо Байдену попросту приписали лишний ноль в количестве голосов. Таким образом, увеличив их в 10 раз. И об этом пишет не какая-то бульварная газетенка, а The New York Times. Как сообщило издание, во время подсчета голосов в округе записали, что передали 153 710 бюллетеней за Байдена, в то время как должны были передать в 10 раз меньше, а именно 15 371. И это, друзья мои, уже даже не вброс, а банальная приписка в протоколе. С которыми хорошо знакомы все, кто когда-либо работал на выборах в Украине. То есть самый наглый и циничный из всех возможных методов фальсификации. Примечательно, что суд штата Мичиган, в котором это произошло, отклонил иск штаба Дональда Трампа о приостановке подсчета голосов и их пересчете. То есть сочинили липовые протоколы, вписали туда цифры, как говорят в народе, от балды, фальсификация всплыла в ведущих СМИ, а пересчитывать это нельзя. Такое даже в глухой украинской провинции нечасто встретишь. Аналогичная ситуация наблюдалась в штате Джорджия, правда там голоса потом все же постановили пересчитать. Неудивительно, что на третий день после выборов, одержав победу в нескольких ключевых штатах при помощи описанных фальсификаций, Джо Байден получил аж 290 выборщиков, при необходимых для победы 270. На момент записи этой передачи официальных сообщений о его победе не поступало, так как в трех штатах еще продолжается подсчет голосов. Однако мейнстримные СМИ уже успели объявить Байдена победителем, а некоторые иностранные лидеры даже поздравили его с победой. В частности, Байдена поздравили премьер-министр Канады, президенты Франции, Израиля, Украины и Венесуэлы. Перевес Байдена в американской президентской гонке вызвал настоящий фурор у всей украинской клиентелы американских демократов. Политики вроде Петра Порошенко и западные грантоеды принялись на перегонки выкладывать фото с сонным Джо, пытаясь угодить будущему патрону. Что же до реакции Дональда Трампа на предварительный итог выборов? Он и его соратники намерены доказать свою победу, добившись пересчета голосов в Верховном суде. В последние дни, вопреки первому поствыборному шоку, их в этом стали поддерживать даже некоторые видные деятели республиканской партии, включая главу ее фракции в Сенате. Впрочем, надежды на сохранение президентского кресла таким образом выглядят призрачными. Массовые фальсификации, мощная про-байденовская кампания в СМИ и даже отказ большинства крупных республиканских медиа побороться в информационном поле за победу Трампа, равно как и решения судов штатов, заявления их губернаторов и многое другое, свидетельствуют о том, что внутри американского глубинного государства достигнут консенсус. И состоит он в том, что следующим президентом станет Джо Байден. Вероятно, причиной фактического согласия промышленных элит, стоящих за Трампом, с поражением их кандидата, служил прямой шантаж со стороны спонсирующих демпартию финансистов. Зная, что для реального сектора экономики массовые протесты и погромы крайне разорительны, демократы еще летом продемонстрировали, на что способны ведомые ими деклассированные и маргинальные элементы, разгромившие множество американских городов в ходе так называемых протестов Джорджа Флойда. Выступления этой ведомой демократами публики в случае поражения Байдена могли бы быть в десятки раз масштабнее, а возможно даже носили бы вооруженный характер. Конечно, наши зрители могли бы возразить, что и Трамп может вывести на улицы своих сторонников-реднеков ради силовой попытки сохранить власть. Однако это заблуждение. Электорат Трампа – это люди, занятые в реальном секторе экономики. Законопослушные граждане, не привыкшие прибегать к криминальным методам ради того, чтобы добиваться своих целей, и не способные надолго оставить работу ради протестов и погромов. Они хороши в кратковременной обороне своих городов от бунтовщиков. Выйти на пару дней и с оружием охранять магазины или органы власти – это максимум, на что они способны. А вот жители черных гетто, к которым апеллируют демократы, это гораздо более инертная публика. Работы у них все равно нет, а их жизнь в бандитско-наркоманском аду городских трущоб явно не то, чем стоит дорожить. В результате эти граждане готовы в любой момент подняться на любой долговременный протест. А если он будет сопровождаться погромами или возможностью безнаказанно поубивать снежков, как они называют белых американцев, тогда вообще от желающих не будет отбоя. Добавим сюда всевозможных анархистов и контркультурщиков и получим гремучую смесь, одна лишь угроза применения которой сумела заставить американских промышленников слить Дональда Трампа, так много сделавшего для них за свой президентский срок. О последствиях американских президентских выборов поговорим с политологом, директором Украинского института политики Русланом Бортником. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте, Данил. Ну вот ситуацию внутриполитическую в США мы более-менее рассмотрели в моем обзоре. Я хотел бы с вами заострить внимание на внешнеполитических последствиях американских выборов. Ну, на сегодняшний день больше вероятность того, что президентом станет все-таки Байден. И в связи с этим, как может измениться внешняя политика Соединенных Штатов в отношении ключевых регионов? Ну, начнем, наверное, с самого свободневного для нас, это с Украины. Ну, даже если Байден станет президентом, трампизм продолжит влиять на американскую внешнюю политику. И даже для того, чтобы Байдену восстановить, скажем так, участие в целом спектре международных организаций, всемирных организаций торговли, разного рода экономические соглашения, ему теперь придется обосновывать это, объяснять американскому политику, почему это надо сделать, в чем американские выгоды. И вот эта тень трампизма, политики Трампа, она еще очень долго будет влиять на политику, внешнюю американскую политику, и сковывать действия демократов в этой части. Особенно это касается таких стран, как Украина. Украина для Байдена вообще будет токсичным объектом. Потому что любые действия Байдена по Украине будут восприниматься через призму скандалов с Хантером Байденом, Буризмой Холдинга и всем остальным. То же самое касается и Китая. Что бы Байден ни делал по Украине, американские республиканцы и трамписты будут говорить, ну мы же предупреждали, помните мы говорили, вот смотрите, Байден там реализовывает какие-то коррупционные договорники, в него есть негосударственный, а личный интерес по этим регионам. Именно поэтому я думаю, что политика Байдена в отношении Украины будет максимально незаметной и максимально инерционной, как минимум в первые годы. То есть каких-то коренных решений, переломов, движений по украинскому направлению вообще не стоит ожидать. Более того, я думаю, что все же в Украину прибудет, начнет работать новый посол Кит Дейтон, который как раз близок к республиканцам. Потому что Байден просто будет опасаться этого токсичного актива. Возможно, со временем, когда Байден укрепится, через пару лет, то политика в отношении Украины начнет приобретать какие-то особенные черты. Но это будет позже. И в любом случае даже набор тех контрагентов, тех, с кем будет коммуницировать администрация Байдена по Украине, он будет меняться. Этим контактером вряд ли уже будет Петр Порошенко слишком токсично. А скорее всего, это может стать кто-то из премьеров бывших, я так думаю. Или Гончарук, что более вероятно. Или Ценюк, что менее вероятно. Или вообще какие-то третьи лица, пока что не фигурирующие на политическом горизонте. Вот под конец срока Байдена, возможно, на украинском фронте стоит ожидать какого-то оживления. Финансового, политического или, не дай Боже, военного. Первые годы это будет чистая инерция, то есть продолжение нынешних уровней военной, политической и финансовой поддержки. Хорошо, тогда идем дальше по регионам. Ближний Восток, еще один регион, который в мировом масштабе имеет, конечно, несравнимо большее значение, чем Украина. Мы знаем, что Трамп как-то ограничивал присутствие Соединенных Штатов в этом регионе, выводил оттуда американские войска. Тем не менее, сохранял присутствие в ключевых точках как-то нефтеносные месторождения на востоке Сирии и тому подобное. Что будет делать Байден с Ближним Востоком? Восстановит ли он ту самую ядерную сделку с Ираном, адептами которой были демократы, в частности, во времена правления Барака Обамы? Скорее всего, но, конечно, мы не можем влезть в голову Байдена, и мы не понимаем всей схемы сдержек противовеса в американской политике. Но, скорее всего, США начнет возвращаться на Ближний Восток. То есть, работа США по Ближнему Востоку станет более активной. Трампу Ближний Восток не был столь необходим в силу того, чтобы делать ставка на внутренних сырьевеков. Трампу не было необходимости иметь доступ к ближневосточной нефти и ресурсам, такой, какой она была у демократов. У демократов, наверное, чуть будет другая здесь политика и история, и США, наверное, начнет восстанавливаться и попытается восстановить свое влияние на Ближнем Востоке. Что касается ядерной сделки с Ираном, здесь вообще не берусь прогнозировать, потому что, с одной стороны, логично ее восстановление, с другой стороны, баланс поменялся. И я думаю, что Иран, даже если США выразит готовность к восстановлению этой сделки, Иран может выставить новые требования с учетом хрупкости и нестабильности политической внутриамериканской и с учетом того, что США за это время уже проиграла позицию Европы и России в этом урегулировании. Поэтому здесь будет очень-очень сложно, пока не берусь прогнозировать. Но конкуренция на Ближнем Востоке, безусловно, вырастет, и та же самая конфликтность с Ираном или Россией или Турцией в этом регионе, между ними и США может обостриться. – Можем ли мы говорить о том, что если США попытаются более активно вовлекаться в ближневосточные процессы, то они там попадут в гораздо более сложную конкурентную среду, чем она была четыре года назад, когда Дональд Трамп стал президентом? – Ближний Восток больше уже не пуст. То есть это уже не зона, где, знаете, с одной стороны Израиль, с другой стороны все остальные арабы. – Ближний Восток и политическое влияние на Ближнем Востоке за эти четыре года уже разделено новыми региональными лидерами, прежде всего Ираном и Турцией, и, конечно, усилило свое присутствие или восстановило свое присутствие частично Российская Федерация. Этот Ближний Восток уже совсем другой. – Еще один важный регион – это Азиатско-Тихоокеанский. – Собственно, противостояние по линии Соединенные Штаты Китай в последние годы разворачивалось с высокой интенсивностью. Мы знаем, что фактически вот в этом году был так сильно реанимирован проект Индо-Пасифики, то есть выстраивание пояса враждебных Китаю государств по его периметру с Юго-Востока, начиная от Индии и далее заканчивая Японией. Будет ли Байден придерживаться этой политики, если он все-таки станет президентом? Или же он как-то, как надеется на это китайцы, изменит свои отношения с Китаем, возможно, какие-то торговые ограничения снимет и тому подобное? – Ожидается, что между США и Китаем, возможно, наступит определенная разрядка, ситуативная разрядка, потому что Байден и демократы не претендуют и не видят роли США как мирового производственного цеха. То есть они не будут поддерживать производственные элиты, начиная от сырьевиков, заканчивая, там, не знаю, металлургами своими в этой части. Поэтому здесь появляется снова же таки функция Китая как производственного цеха США. И я думаю, что, возможно, между странами наступит определенная разрядка. Полноценного мира или каких-то высоких партнерских отношений между Китаем и США в принципе не может быть. Кроме того, влияние трампизма и республиканцев в целом будет сохраняться на эту политику с Китаем. Но не стоит ожидать, скорее всего, новых обострений военно-политического характера, да и, наверное, уровень экономической конкуренции и противостояния тоже немножечко может снизиться. Американские демократы, видя США в качестве, рассматривая США в качестве инструмента такой мировой глобализации, прежде всего считают, что США должно быть мировым имитентом, мировым банком. А уже кто будет производственными цехами или сельхозяйственными полями, или выполнять другую какую-то функцию в этом мировом распределении труда, для них второстепенно. Как пишут неофициальные рупоры демократической партии, то есть практически все мейнстримные американские СМИ, Байден и те люди, которые за ним стоят, которые будут в его администрации, видят в качестве основного противника, основного врага, все-таки Россию. И намерены как-то укреплять восточноевропейский фланг НАТО. В этой связи, наверное, какая-то активизация на украинском направлении может наметиться. Ну, пусть действительно не сразу, а так, как вы сказали, через несколько лет. Вот как вы видите взаимоотношения США с Россией после вероятного прихода Байдена к власти? США и Россия продолжат конкурировать за Европу, за Европейский Союз прежде всего. Я думаю, что отношения будут сохраняться негативные, потому что Россия остается недостаточно включенной в западные экономические цепочки, российские ресурсы. И это расстраивает часть западных элит в значительной мере. Поэтому я думаю, что действительно главным врагом, вероятно, что будет Россия, и российско-американские отношения продолжат деградировать. В то же время необходимо понимать, что в отличие от Трампа, демократы что ли слабее, менее принципиальнее. И крымская ситуация, и донбасская как раз же произошла при демократах. То есть, условно говоря, демократы при угрозе силой, реальной силой, они не способны отвечать силой иногда, и очень ограниченно способны отвечать силой. Россия это уже тестировала в свое время, и в отличие от Трампа, который способен был отвечать силой. Поэтому, с одной стороны, продолжится полномасштабный, системный, принципиальный давление на Россию со стороны США и ее партнеров по всему миру, в финансовом ключе, в экономическом, в политическом, в военной. С другой стороны, это давление достаточно ограничено способностью России применять силу. Отношения будут в целом, конечно, ухудшаться, скорее всего. Спасибо вам за беседу, Руслан. Спасибо вам, Данил. На связи с Международной панорамой был политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник. Пока весь мир следит за американским поствыборным трэшем, на Южном Кавказе наметилась тенденция к окончанию кровопролитных боев. 8 ноября президент Азербайджана Эльхам Алиев заявил о взятии вооруженными силами его страны стратегически важного города Шуша в Нагорном Карабахе. Об этом он сообщил в своем видеообращении. Цитата. Основной союзник Азербайджана и его главная опора в идущей войне президент Турции Реджеп Таип Эрдоган оперативно поздравил азербайджанцев со взятием стратегически важного города. Цитата. Освобождение Шуши – символ скорейшего освобождения оставшихся оккупированных земель Азербайджана. От своего имени, членов своей семьи и всего народа Турции поздравляю собратьев с этой значимой победой. Во второй половине дня, в понедельник, 9 ноября, в Нагорном Карабахе сообщили, что больше не контролируют Шушу, и она все-таки перешла под контроль Азербайджана. Об этом сообщил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Пагасян. Цитата. «К сожалению, сейчас мы вынуждены признать, что череда неудач все еще преследует нас, и город Шуши полностью вне нашего контроля». Стратегически после потери Шуши для армян ситуация в Карабахе стала критической. Город расположен на господствующих высотах, с которых столица региона Степанакерт простреливается как на ладони. Потеря Шуши означала для армян постановку Степанакерта в заведомо уязвимое положение, сначала для артиллерии противника, а затем и для захвата его войсками. Кроме того, после взятия Шуши азербайджанцы могли перенаправить значительные силы на штурм так называемого Лачинского коридора, дороги по которой проходит южный и наиболее удобный маршрут, связывающий Армению с Нагорным Карабахом. В случае потери одновременно Шуши и Лачинского коридора армянское сопротивление в Нагорном Карабахе было бы практически обречено. Вероятно, после полного понимания всеми сторонами и в первую очередь Армении этого сценария, вечером 9 ноября ситуация вокруг Карабаха начала развиваться стремительно. Сначала на границе Армении с азербайджанским анклавом Нахичевань на территории Армении был сбит российский военный вертолет. Азербайджанская сторона сразу признала вину за этот инцидент, и направила России свои извинения. Буквально через пару часов после инцидента с вертолетом в СМИ появились сообщения о скорых совместных заявлениях Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном о ситуации в Карабахе. Затем появилась информация о том, что лидеры трех стран объявят о заключении соглашения, которое положит конец войне. В СМИ попал и предварительный текст документа. Согласно ему, с 10 ноября устанавливается режим прекращения огня, Азербайджан сохраняет за собой контроль над территориями, отвоеванными в ходе наступательной операции, Агдамский район и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе, а также Лачинский район, за исключением Лачинского коридора шириной в 5 километров, возвращаются азербайджанской стороне до 20 ноября 2020 года. В регион входят российские миротворческие силы в составе 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобилей и специальной техники. Они располагаются на линии соприкосновения, а также в Лачинском коридоре и обеспечивают его сохранность для связи оставшихся территорий Нагорного Карабаха с Арменией. Армения обязуется обеспечить беспрепятственное транспортное сообщение Азербайджана с Нахичеванью. Для этих целей через ее территорию будет построена дорога. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. На утро 10 ноября достижение этих договоренностей подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Также стало известно, что помимо российских миротворцев в Карабахе появится и турецкий миротворческий контингент. Очевидно, его позиции будут располагаться с азербайджанской стороны линии разграничения. По сути, данные договоренности являются констатацией поражения Армении. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика в результате уменьшается более чем в два раза. Для Азербайджана, в свою очередь, это ощутимая победа, кульминацией которой стало взятие Шуши. Что же до внешних игроков? Договоренности позволят Турции закрепить свое влияние и присутствие на Южном Кавказе, а для России они станут возможностью расширить собственное военное присутствие в регионе. Очевидно, что из всех договаривающихся сторон в проигрыше осталась Армения. Это понимают и ее жители. В ночь с 9 на 10 ноября разъяренная толпа ворвалась в здание парламента в Ереване, а затем и в резиденцию премьера Никола Пашиняна, протестуя против позорных условий заключения мира. Возмущенные граждане жестоко избили спикера армянского парламента Арарата Мирзаяна. Премьера Никола Пашиняна в Ереване сейчас клянут последними словами. Учитывая всеобщее народное недовольство, вряд ли ему удастся сохранить власть. Подробнее об обстановке в Нагорном Карабахе и вокруг него поговорим с политологом Сергеем Белашко. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Ну как вам заключенные накануне договоренности? Вот насколько мы тут с вами обсуждали перед эфиром, то Армения и фактически непризнанная Нагорно-Карабахская республика потеряла больше половины своей территории в результате этих договоренностей. Ну а был ли другой выход при том течении боевых действий, которые мы наблюдали? Ну другой выход был вообще не допускать этих боевых действий. И такие варианты были, и такие варианты были в течение вот четверти века, да, даже там чуть больше. Это окно возможностей было открытым. То есть был проект договоренностей в свое время еще между армянским руководством и азербайджанским, когда только пришел к власти Гейдар Алиев. То есть это середина 90-х. То есть он, напомню, не нес на себе вот этот, ну как бы, негатив проигранной войны. Он весь лег на, значит, национальные фронты Блюфаза и Альчебея. Вот. И Гейдар Алиев мог с чистого листа и был готов с чистого листа выстраивать какие-то отношения с Арменией, да, как бы. И тогда армяне могли получить, в принципе, и Нагорный Карабах, и получить Лачинский коридор, обменяв его на какие-то территории, там, либо те территории Нагорного Карабаха, которые оставались под контролем Азербайджана. Вот. Либо даже не на территории, а на Нахичеванский транзит, который вошел пунктом в эти соглашения. То есть, это напомню о том, что Армения под контролем России обеспечивает транзит из Азербайджана в Нахичеване дальше в Турцию через Зангизур, то есть через Сюникскую область Республики Армения. Вот. Но армяне решили, что им этого мало. И речь шла, ну как бы, фактически не просто об аннексии Нагорного Карабаха, но и о передаче Лачинского района полностью. Вот. И это уже не устраивало азербайджанскую сторону. Ну, в принципе, это были достаточно, как бы, такие, ну, как бы, уже мелкие детали, которые могли бы быть решены за столом переговоров. Но на тот момент, повторю, это никому не было особо надо. Напомню, это середина 90-х, это шла война в Чечне, то есть России было не до этого. Турция находилась в упадке после очередного, там, военного переворота, вот, который произошел за несколько лет до этого. И, в общем-то, до прихода Эрдогана и до начала бурного экономического роста, реформ еще оставался какой-то период времени, так же, как и в России, собственно. Ну, Западу тоже было глубоко плевать, где это там, что происходит. То есть войну каким-то образом прекратили и начали прекращать другую войну, я имею в виду войну в Боснии, которая тоже вот как раз шла в 92-й, с 92-го по 95-й и продолжалась еще больше года после завершения Карабахской войны. То есть все были предели, и поэтому, как бы, вот этот конфликт, он так и остался замороженным без, без какого-либо логического и документально оформленного завершения. Ну, а дальше, когда Азербайджан начал развивать свою экономику после того, как пошла в рост цену на нефть через там, ну, 7-8 лет после заморозки этого конфликта, когда произошла смена лидера и вместо умудренного опытом Гейдара Алиева, который думал уже там о вечности, да, там, и... Ну, кому интересно, можете посмотреть, найти кадры, как Алиев встречается с Кочаряном на вот этой линии размежевания, да, и обсуждают о том, что они там будут варить плов, зарежут барана и праздновать мир, и это будет совсем скоро. То есть, повторюсь, готовность такая была на самом высоком уровне, то есть, таким каким-то образом вот договориться и прекратить эту бойню, тем более, что и в Армении, и в Азербайджане пришли к власти люди, которые не руководили своими странами в период войны. Но вот тут шанс был упущен, вот, и все, весь этот период переговоры шли, по сути дела, ни о чем, да, как бы стороны приезжали в Минск, выкладывали свою, значит, повестку дня, смотрели, сверяли, ага, типа, там, вы не пошли на уступки, ну, и мы не пойдем, до свидания. Ну, то есть, там, ели плов, шашлык, как бы, и разъезжались. Ну, и при всем при этом Азербайджан, значит, что называется, перековывал орала на мечи, то есть, создавал армию, закупал самые современные вооружения по всему миру, фактически, сейчас много говорят там о Турции, но Азербайджан закупал современные вооружения и в других странах, это и Россия, Белоруссия, Израиль, вот, и ряд европейских стран, и Иран, ну, то есть, как бы, вооружался по полной программе. И в это же время Армения, ну, как бы, занималась тем, что выясняла, там, кто больше армянин, кто самый свободолюбивый армянин, то есть, когда патриоты приходили в парламент и расстреливали депутатов и министров за то, что они недостаточно патриотичны, и, естественно, это все, ну, как бы, убивало какую-то перспективу армянского народа, ну, я имею в виду стратегическую перспективу, да, и я здесь, кстати, напомню о том, что Азербайджан проиграл войну не потому, что там азербайджанцы были такие трусливые, там, войну 92-94 года, потому что происходила вот такая же пертурбация и постоянное какое-то брожение умов, борьба за власть, невзирая ни на какие последствия происходила в Баку. То есть, был там аязм у талибов, на смену пришел и Бульфас и Чебей, и вот, собственно, вот эта такая национально-романтическая, как они себя называли, или, ну, как бы фашистующая, фактически, публика, оторванная от действительности, которая кричала о том, что мы сейчас тут восстановим и реванское ханство, там, и так дальше, при этом абсолютно не отдавая себе отчет о том, какие ресурсы реально есть в наличии у них, и какие ресурсы есть реально в наличии у противника. И вот ситуация через, там, почти 30 лет, повернув, ну, как бы, фактически воспроизвелась с зеркальной точностью. То есть, мы видели, вот после прихода Пашиняна к власти был такой, значит, национальный романтизм, и, ну, как бы, Пашинян заявлял о том, что Арцах — это Армения, он отправил своего сына служить в Арцах, вот, в народную армию, ну, в народную армию обороны Арцаха. Вот. И, естественно, азербайджанцы это восприняли как вызовы, как повод для войны. А учитывая, что, собственно, к тому моменту уже, ну, по разным оценкам, там, в 4-5 раз было превосходство в военной силе, учитывая те современные технические системы. Превосходство у азербайджанцев. У азербайджанцев, да. Системы залпового огня, танки, артиллерия, беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы. Ну, я уже не говорю о вот этих всех, там, бронежилетах, кевларовых касках, берцах, разгрузках, ну, как бы, то, что составляет, вот, там, доспехи пехотинца, да. И, с другой стороны, мы видим армян, которых военная форма, по сути, закончилась через неделю, а дальше они уже были одеты кто во что гораздо, ну, как я вот смотрел ролики, да, там, с фронта. Не хватало элементарных касок, а те, которые были, это, вот, советские каски, там, обычные металлические, которые простреливаются, там, ну, как бы, на вылет, да. И, собственно, как бы, танки стояли просто, что называется, в чистом поле, в лучшем случае их ставили в капонир, ну, то есть это земляное укрытие, которое защищало, и, значит, там, от разрывов снарядов, которые падают где-то там поблизости, вот. И абсолютно отсутствовала, по сути дела, система ПВО, либо она была представлена единичными какими-то, значит, образцами, которые... Устаревшими причем? Вопрос не в том, что они устаревшие, их было мало. И когда, ну, то есть, там, летит один беспилотник или два, там, они сбиваются. А когда их летит 18, да, там, и они, вот, летят с разных сторон, система просто не справляется. Она сбивает 2, 3, 4, дальше ее уничтожают и начинают безнаказанно уничтожать позиции, которые она прикрывала. Вот, вот и все. И, собственно, вот, главный причина этого поражения Армении в войне было именно вот это брожение в умах, да. То есть, для Армении было, ну, как бы, вот, декларации, даже не то, что уже практическая реализация, а сами декларации о возможности многовекторной внешней политики, они были самоубийственными. Ну, то есть, как бы, никто, кроме России, не способен защитить Армению за Кавказе. Ну, такие реалии нашего бытия, да. Армения представляет собой геополитический тупик, и ситуация сложилась таким образом, там, в 18 веке, да, ни вчера, ни сегодня. И она просто раз за разом воспроизводилась, да, там, в 20-х годах, значит, 19-го века, потом в 70-х годах 19-го века, потом, значит, в начале 20-го века, в период с 1908 по 1923, когда произошел геноцид армян. Вот. И, собственно, в 90-е годы с развалом Советского Союза она воспроизвелась в очередной раз. И каждый раз, вот, когда эта ситуация воспроизводилась, армяне теряли огромное количество людей и территорий, да, там, и по итогу, по итогу вот этот ареал расселения армян, он постоянно скукоживался, скукоживался, скукоживался. И во многом это, ну, собственно, следствие, повторюсь, вот такой недалекоглядной авантюрной политики, да. Если посмотреть на заявления какие-то вот армянской пропаганды в период уже этой войны, то это такая была очень причудливая смесь шовинизма и виктивности. То есть, с одной стороны, мы там древний народ, мы там стоим на страже веры Христовой, мы, значит, там этих диких кочевников загоним за Каспий и так дальше. А с другой стороны, вот, постоянные вот эти ритуальные причитания о геноциде и страхи о том, что вот придут страшные турки и повторят снова геноцид, да, как бы. То есть, естественно, вот эта атмосфера, она очень не способствует принятию рациональных решений и тем более не способствует их реализации. Сергей, ну, с причинами поражения Армении мы более-менее разобрались. Теперь вот хотелось бы кратко узнать ваше мнение о позициях внешнеполитических игроков, в частности, России и Турции после вот этого соглашения о перемирии в Карабахе. Мы знаем, что там теперь будут российские миротворцы, но будут и турецкие миротворцы вместе с тем. Турецких миротворцев там не будет. Там будут турецкие военные наблюдатели в специальном мониторинговом центре, расположенном на территории Азербайджана. И по этому мониторинговому центру еще будет принято специальное соглашение. То есть, это вот то, что написано в документе. Да-да. Ну, то есть, так или иначе, как изменились позиции России и Турции в Закавказье после заключения этого соглашения? Да, по сути дела, никак не изменились. Все остались при своих, просто эти позиции более четко стали обозначены. Вот, собственно, и все. То есть, я не считаю, что там произошла какая-то там эпохальная победа России, которая получила, значит, там свою какую-то базу или там свое присутствие в Нагорном Карабахе. Я не считаю, что это какая-то эпохальная победа Турции, которая куда-то там, значит, прорвалась в Среднюю Азию. То есть, Азербайджан до этого был стратегическим союзником Турции. И, в общем-то, до этого циркулировала там вся эта вот идеология в русле два народа, одна нация. Пантюркизм. Ну, это не совсем пантюркизм, это вот как, ну, российско-белорусские отношения, они же такие не потому, что это панславизм, правильно? Ну, да-да. То есть, это в рамках какой-то общей концепции, да, есть более частный случай, когда вот там все тюрки-братья, но есть турки и азербайджанцы, они наиболее там братья. Ну, есть еще там другой брат у турков, это туркоманы, вот, которые тоже наиболее родственные. Ну, это вот азербайджанцы, туркоманы и туркмены. Три народа, которые наиболее близки туркам. Ну, это фактически, то есть, там, грубо говоря, какие-то племена вот ушли в Малую Азию и там стали турками спустя несколько веков, а какие-то там до Малой Азии не дошли, а сели по берегам Каспийского моря, значит, там в горах Латакии, в среднем течении Ефрата и так далее. То есть, вот, собственно, но при этом, сохраняя и общий язык во многом или очень похожие языки, которые отличаются там какими-то фонетическими, как правило, особенностями произношения. И культура тоже во многом схожа. Хотя, ну, как бы в поздние века, понятно, произошли там наслоения на все это дело, там, например, под персидским влиянием. Азербайджанцы стали шиитами. Но это, собственно, как бы не... Честно говоря, и турки, и азербайджанцы не особо там какие-то набожные люди. Вот. И для них нет, ну, как бы вот особого, там, конфликтного момента в том, насколько с почтением относиться к пророку Али. Ну, более светские, да, государства. Ну, вполне светские государства, но при этом религия там в почете, да. Вот возвращаясь к политике, ваш вывод, как я понял, состоит в том, что позиции внешних игроков не сильно изменились, в общем-то, в Закавказье в результате заключения этого договора. Ну, еще раз, смотрите, а Закавказье не является каким-то вот таким прям вожделенным объектом, который все хотят заполучить. Это, ну, как бы... Ну, это даже не Кипр, вокруг которого сейчас вот разворачивается там конкуренция геополитическая между, там, значит, Турцией, Францией, Грецией, Израилем, Египтом, Британией. Вот. Там же и США, и Россия присутствуют. Не удивляюсь, если Китай подтянется. А Закавказье, это, повторяю, такой геополитический тупик. И, кстати, одно из важных очень решений, которое, ну, как бы прошло многими незамеченное, которое, там, ну, как бы не уделяют этому должное внимание. Там речь идет о том, чтобы разблокировать этот тупик, чтобы Закавказье стало тем, чем оно было исторически. То есть это вот коридором или, там, если угодно, перекрестком, где проходят с одной стороны путь из большой степи, да, там, из центральной Евразии, там, в Малую Азию и к берегам Средиземного моря, а с другой стороны проходит путь из Кавказа к Месопотамию. То есть сейчас там все эти границы, они так или иначе перекрыты, либо работают не в полной мере. И это касается не только границ Армении, ну, там, границы Грузии с Абхазией, с Россией, где существует, там, аж один погранпереход и никак не могут, там, открыть толком второй и, собственно, возобновить железнодорожное сообщение и так дальше. Вот. Те же самые, там, вот, вопросы, которые касались Ирана, да, ведь вся эта территория, которая вдоль, вдоль Ирана, которые вот эти вот четыре района, юго-западного Азербайджана, которые составляют эту зону безопасности и были оккупированы в 1994 году, они, там же тоже были закрыты погранпереходы, да, как бы, и там тоже может возобновиться движение. И, собственно, это очень перспективный в плане сельского хозяйства плодородные земли в долине реки Аракс. То есть, и, собственно, это будет, очевидно, ну, и, как бы, было заявлено уже о том, что будут строиться новые дороги в регионе. Да, Сергей, наше время подходит к концу. Вот, я думаю, на этом мы будем завершать. Большое спасибо вам за беседу. Пожалуйста. В гостях у Международной панорамы был политолог Сергей Белашко. Тем временем Беларусь стала ядерной державой. По крайней мере, именно такое заявление сделал президент страны Александр Лукашенко во время торжественного открытия первой в стране атомной электростанции 7 ноября. По словам министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича, ежегодно на БелАЭС будут производить порядка 18 миллиардов киловатт-часов. Запуск атомной станции позволит замещать около 4,5 миллиардов кубометров природного газа в год. Валютная нагрузка на бюджет снизится более чем на 500 миллионов долларов. Выбросы парниковых газов будут уменьшаться более чем на 7 миллионов тонн в год. Срок эксплуатации станции 60 лет с возможностью продления до 100 лет. Всего на БелАЭС будут работать свыше 2,5 тысяч человек, около 60 из них специалисты из России и Украины с опытом работы на атомных станциях. Западные соседи Беларуси, не дожидаясь строительства в стране АЭС, объявили бойкот белорусской электроэнергии. В конце октября, получив сообщение белорусской стороны о запланированном включении станции в национальную энергосеть, компания-оператор энергосетей Литвы Литгрид заявила, что с момента включения пропуск электроэнергии из Беларуси через литовские сети прекращается. Лицензии на импорт такой энергии будут аннулированы. Польша и Эстония ранее заявляли, что присоединятся к бойкоту. Отказ от энергии белорусской АЭС подтвердила и Латвия. Прибалтийские страны заявили, что разработали систему проверки происхождения электроэнергии, которая в теории должна исключить поставку белорусской энергии через Россию. Да, наверное, на молекулы свободы будут проверять, как и в случае с отличием американского газа от любого другого. Иную систему проверки представить сложно. На деле же бойкот со стороны Польши и грозных прибалтийских тигров не более чем попытки устраивать мелкие пакости на пути к технологическому развитию Беларуси. Как было указано выше, строительство атомной электростанции не только сэкономит средства белорусскому бюджету, но и положительно отразится на энергетической безопасности страны, создаст более 2,5 тысяч рабочих мест и существенно уменьшит ущерб для экономики. То есть обеспечит все то, за что на словах борются так называемые западные демократы и экологические активисты всех мастей. Также на минувшей неделе в Минске открыли новую ветку метро из четырех станций. Во время церемонии открытия Александр Лукашенко заявил, цитата, С момента пуска и до настоящего времени метро белорусской столицы прошло большой путь длиной в 37 лет. Экономичный, скоростной, а самое главное, что очень важно сегодня, экологически чистый, этот вид транспорта стал самым массовым и популярным, в общем-то, народным. Итак, на фоне открытия АЭС Лукашенко заявил, что надо переходить на электротранспорт. Да-да, тот самый, от которого так тащатся наши проевропейские хипстеры, считая его признаком высокой цивилизованности и европейской урбанистической культуры. Кстати, на прошлой неделе киевскому метрополитену исполнилось 60 лет. В 21 веке в Киеве было открыто 12 станций метро, а в Минске 14. При этом за последние 7 лет, а именно 6 ноября 2013 года, в Киеве не было открыто ни одной новой станции метро. Вот вам и загадка. Какая из двух стран – оплот демократических борцов за технологическое развитие, экологию и высокую урбанистическую культуру, а какая – отсталая постсоветская республика, угнетающая развитие человеческого и технологического потенциала. Кстати, на фоне открытия новой линии метро и АЭС в Минске вполне буднично прошли акции про польской оппозиции. На сей раз число их участников было существенно меньше обычного. Видимо, дала о себе знать плохая погода. А может, до кого-то из борцов за демократию все-таки дошло, что не так уж плохо им живется, как рассказывают зарубежные телеграм-каналы. Ну а в Австрии на прошлой неделе произошел теракт. На момент записи прошлой передачи нам было известно лишь о факте происшествия. Теперь же можем рассказать о нем подробно. Вечером в понедельник 2 ноября в людном венском квартале «Бермудский треугольник» вблизи центральной синагоги и венской оперы была открыта стрельба по прохожим. В результате стрельбы, которую австрийские власти назвали терактом, погибли 4 человека – двое мужчин и две женщины. Еще 22 получили ранения, в том числе один полицейский. Некоторые из пострадавших были доставлены в больницы в критическом состоянии. Предполагаемый террорист по фамилии Куйтим был застрелен полицией на месте. По данным министра внутренних дел Австрии Карла Неехаммера речь идет о 20-летнем выходце из республики Северная Македония, у которого был и австрийский паспорт. Нападавший был вооружен автоматом, пистолетом и ножом мачете. Кроме этого, на нем был надет муляж пояса смертника. По словам министра, в прошлом преступник собирался отправиться в Сирию, чтобы воевать там на стороне исламского государства. Однако был задержан и 25 апреля 2019 года приговорен к 22 месяцам тюрьмы за членство в террористической организации. 5 декабря 2019 года его досрочно освободили. Утром 3 ноября в городе Санкт-Пельтен в столице австрийской федеральной земли Нижняя Австрия полиция задержала двух мужчин по подозрению в причастности к теракту в Вене. Кроме того, как сообщает австрийское информационное агентство АПА со ссылкой на источники в полиции, в этом же городе были проведены два обыска жилищ. Ранее Карл Нейхаммер рассказал о том, что улицы закружения застреленного полицией преступника прошли обыски, в результате которых было задержано несколько человек. Всего в связи с терактом в Вене были задержаны 14 человек в возрасте от 18 до 28 лет. Как пишет немецкое издание Deutsche Welle, все они являются мигрантами. Глава венской полиции Герхард Пёрстель заявил, что среди задержанных есть лица с двойным гражданством, в том числе выходцы из Российской Федерации, Турции, Бангладеш и Северной Македонии. Президент Франции назвал стрельбу в Вене атакой на дружественную страну. Он заявил, цитата, «Мы, французы, полностью разделяем ужас и горе австрийцев после нападения в Вене. После Франции нападение совершено на дружественную страну». Это заявление французского президента очень симптоматично. Ведь в самом деле всего пару недель назад мы могли наблюдать довольно масштабную кампанию террористических атак исламских радикалов на Францию, спровоцированную очередным тиражированием оскорбительных карикатур журнала «Шарли Эбдо». Теперь мы видим, что местью одной Франции террористы не ограничиваются, совершая вопиющие преступления в других странах Евросоюза и, в частности, в Австрии. Примечательно и то, что все задержанные по подозрению в причастности к теракту в Вене, мигранты. Большинство из мусульманских стран или стран с крупными мусульманскими диаспорами. Это в очередной раз ставит вопрос об адекватности европейской миграционной политики. Знакомясь с информацией по теме венского теракта, мне приходилось встречать в европейской прессе заявления вроде «мы научились эффективно справляться с терактами, но не научились их предотвращать». Крайне странная мысль, ведь показателем эффективности борьбы против терроризма служит как раз способность купировать подобные угрозы еще на этапе их возникновения. Не потому ли европейские правоохранители полностью провалили работу на этом направлении, что позволили создать на своей территории огромные инокультурные замкнутые сообщества, живущие по своим внутренним законам и нередко презирающие гостеприимно принявшие их страны. Сколько еще европейцев погибнет от пуль и ножей террористов, прежде чем одурманенные деструктивными либеральными идеями евробюрократы решатся пересмотреть миграционную политику? Подробнее о миграционных и террористических проблемах Евросоюза поговорим с политологом-международником Юлией Осмоловской. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Ну вот во Франции сначала происходили теракты две недели назад, затем в Австрии вот на прошлой неделе видим волна исламского радикализма, терроризма нарастает в Европейском Союзе. В основном его носителями являются местные жители, которые приехали то ли с Ближнего Востока, то ли с других мусульманских стран. И это в очередной раз ставит проблему миграционной политики Евросоюза, которая с 2015 года не уходит фактически из топа обсуждений СМИ. Не пора ли на ваш взгляд евробюрократии брюссельской и национальным правительствам европейских государств сделать выводы какие-то относительно ошибочности этой миграционной политики и как-то ее пересмотреть? Вы знаете, здесь как раз, как ни странно, я бы не говорила, что существует прямая корреляция между миграцией, особенно пик ее пришелся на 2015-2017 годы, сейчас процессы немножко более стабилизированы, и теми террористическими атаками, которые совершаются в Европе. Почему? Потому что если мы посмотрим и вспомним как раз бэкграунды этих террористов, кейсов, которые нам были известны, то преимущественно это люди, которые достаточно давно уже проживают в этих странах. Это не люди, которые появились в Европе с волной сирийского кризиса, там, 2015 год, 2017, то, что я говорю. И второй момент, почему нам кажется, что это так вот, мы на это очень сильно обращаем внимание. Потому что, действительно, случаи достаточно трагические, и когда тебе описывают ситуацию с конкретной историей отрезания головы туристки из Бразилии в храме на службе во Франции, то, конечно, ты концентрируешь свое внимание на этом, потом следующая история на следующую неделю, и тебе кажется, что это происходит очень часто вокруг и повсеместно. Вместе с тем есть определенная массовость. Вот во Франции более 16 случаев было. Я сейчас вот об этом как раз и хочу сказать. То есть нам кажется, что это вот идет по нарастанию и все. Если мы будем говорить о цифрах конкретных, то тенденция как раз немножко другая. То есть, да, мы можем говорить о росте случаев по сравнению с периодом 2014 года. Вот, скажем, в 2019 году в Европейском Союзе было зафиксировано 119 случаев террористических нападений. Но по количеству жертв тенденция как раз обратная. То есть, если в 2014 году это было порядка там 270 людей пострадало, именно погибло от этого, то к 2019 году это количество, извиняюсь, уменьшилось там до порядка нескольких десятков. То есть это не так в массовом как бы своем измерении. Это выглядит не так трагично, как мы это себе сейчас представляем. Другой момент, что происходит модификация вот этих вот террористических способов, которыми особенно радикализированные исламистские группы пользуются. Или есть такая категория, вот сейчас она очень, ну, становится одной из самых таких сложных для борьбы с терроризмом. Это категория одиноких волков, скажем так, или там психи-одиночки, как их называют. Да, люди, которые имеют какие-то идейные устойчивые убеждения на уровне фанатических верований. Попадают, это резонирует, что-то из интернета они взяли или подключаются на сайты, где подпитывают их это настроение. И вот здесь вот, почему я говорю, что это самый сложный случай. Во-первых, их очень тяжело предвидеть, их очень тяжело, методы изощренные, они постоянно меняются. Вот видите, если в прошлом году или с 2016 года основное это было использование автомобилей, что было тоже очень сложно для мониторинга и предотвращения, поскольку не требуют больших ресурсов. Где-то угнал автомобиль, тут же врезался в толпу, бросил его и пошел дальше. Вот это было очень тяжело спецслужбам, которые выявляют или стараются выявлять эти угрозы, с этим работать. То сейчас, в этом году мы видим, у них тактика поменялась, это в основном холодное оружие, использование ножей и так далее. Но принцип один и тот же, он остается неизменным, это запугивание населения. Вот если мы говорим о проблеме терроризма в Европе, то основной психологический эффект достигнут, он достаточно серьезный. Это ощущение недоверия, отсутствие ощущения безопасности, состояние, что в любой момент это может произойти с кем угодно. Поэтому люди действительно достаточно тревожно себя чувствуют. Если мы говорим о статистике по конкретным странам, здесь тоже, вот вы привели в пример Францию, то на самом деле пионером по числу этих террористических случаев является Британия. Только в 2019 году там было 54 случая зафиксировано, тогда как в той же Италии идет второй по статистике, там было порядка 17 случаев, потом идет Греция, Германия, и Франция. То есть у Франции на самом деле в 2019 году было всего три случая, но за счет вот этой яркости и леденящих ужасов душу подробностей того, как это происходило, у нас эти картинки остаются ярко. Ну, вы совершенно правильно отметили то, что подчеркивает и европейская пресса, что с проявившими себя террористами, то есть вот когда он уже совершает теракт, они научились бороться достаточно быстро. То есть вот его там, он только себя проявил, кого-то, возможно, убил, ну и тут же его тоже пристрелили. Но превентивная работа, ну, наверное, она ведется, но ведется из рук вон плохо, потому что предвидеть вот эти вот случаи как-то не получается. На мой взгляд, это является прямым следствием того, что внутри вот этих европейских обществ, в частности в Западной Европе, образовались такие, ну, гетто, не гетто, ну, в общем, фактически независимые от них в культурном отношении, иногда даже в каком-то социально-правовом отношении, сообщества исламские, которые там варятся в своем соку, чужаков не воспринимают, следовательно, там, вести оперативную разработку в них крайне сложно. Плюс есть вот эта пропаганда через интернет террористическая, которая там одиночек может агитировать. Не кажется ли вам, что как-то, ну, вот это все-таки имеет прямую связь, если даже не с миграционной политикой, потому что назад этих людей вряд ли можно высвать, которые живут там длительные сроки, то с политикой сосуществования. Вот что-то здесь не так. Я имею в виду, что нельзя одновременно быть толерантным к приезжим мигрантам-мусульманам предельно консервативных ценностей и поощрять либеральную всякую демшизу типа Шарли Эбдо, которая их фактически провоцирует. То есть надо выбрать что-то одно. Да, вот как раз начну с того, чем вы завершили. Мое глубокое убеждение, что не до конца грамотное, продуманное и понимание того ценностного мира и, в общем-то, короткого триггера, который может работать для мусульманской культуры, такими изданиями, которые кичат со своей там свободой самовыражения, как Шарли Эбдо, оно и провоцирует, собственно, вот эти вот все события. Потому что посмотрите, вот рост крайних случаев, которые мы говорили, происходили там во Франции, это же и в Австрии, он же был спровоцирован как раз очередной достаточно небрежной карикатурой, и потом последовала же еще следующая серия. И несмотря на то, что... Которую тиражировал в школе учитель. Да, да. То есть после кейса с учителем потом же еще начались отклеивания листовок с изображением достаточно обесценивающих, оскорбительных для мусульманского человека картинок, которые даже не радикализированное население, не радикализированное мусульманина может настроить против. Вот с этим... вот этого понимания в Европе нет. Я думаю, что как раз, если бы оно было, они бы могли уберечь себя от многих таких вещей. Второй момент, если мы говорим о том, как работает система превенции или там предотвращения таких, выявления таких случаев. Ну, здесь нельзя полностью критиковать Европейский Союз за то, что они делают, потому что за эти годы им удалось построить достаточно неплохую систему мониторинга, отслеживания, которая очень хорошо интегрирована, работает между всеми странами. Вот если мы говорим о случаях выявленных, вернее, о ситуации, там, 119 случаев этих террористических инцидентов было с жертвами, то выявлено и предотвращено было 1319 террористов только за этот год в Европе. То есть система относительно работает неплохо. Она работает плохо именно вот в этом сегменте, где очень тяжело выявлять одиноких волков, то, о чём мы говорим. В сегменте, где идёт речь о каких-то инфраструктурах, целых каких-то сообществах, там, радикализированных. Вот здесь вот Европейский Союз работает относительно неплохо. И в принципе, ну, можно считать, что они делают то, что они делают, то, что они могут в этой ситуации, не провально. С другой стороны, ту тему, которую вы затронули, это тоже действительно очень важный психологический аспект для понимания. И есть вот эта культурная дилемма, о которой, как вы говорите, внутренняя свобода, демократические ценности и потакание, если хотите, да, вот созданию таких вот анклавов мусульманских на территории Европы. Но эта проблема, она не началась в 15-м году. Она, собственно, сопровождает Европейский союз со временем его основания. Вот. Просто пиковые периоды приходятся как раз на вот эти вот волны там очередных миграционных потоков. Но проблема ассимиляции, проблема анклавности других культур, мусульманских культур, она же существует и существовала всегда. И у меня есть опыт проживания в Британии достаточно длительное время, там, порядка 10 лет. И я вам скажу, что действительно они живут как микромир, микрокосм в своей территории и совершенно не стараются ассимилироваться с населением. Вот здесь вот эта проблема создает или усугубляет вот эти вот сложности борьбы с терроризмом, о которых мы говорим. Ну, кстати, у Европейского Союза есть и положительный пример ассимиляции мусульманских мигрантов. Это вот те турки первой волны, которые приезжали в Германию после войны. Но там ситуация была совершенно другая, ведь их изначально нанимали на работу. То есть они приезжали работать, они приезжали не жить на пособие, не существовать там на какой-то социал, а именно трудиться. Вот в завершение, наверное, задам такой вопрос, как, в принципе, можно решить проблему с интеграцией вот этих вот мусульман в европейское общество. Пусть не сразу, пусть там за 10, 15, 20 лет. Но может ли быть разработана такая стратегия, чтобы их как-то сделать нормальными гражданами или там даже не гражданами, но резидентами, скажем так? Вы знаете, здесь есть глубокий психотравмирующий опыт Европы и стран, откуда, собственно, мигранты прибывают, которые на глубоком ценностном уровне не позволят эту проблему решить. Объясню, что я имею в виду. Такая лояльная политика открытых дверей Европы по отношению к мигрантам из Африки или там с Ближнего Востока, она строится еще на той доисторической для нас реальности существования колоний и агрессивной политике там европейских стран, которую они осуществляли в той же Африке или там в регионе Средиземного моря в близлежащих странах. И поэтому у них есть определенное внутреннее чувство вины, что ли, за то, что сделали их предки. Ну, вы смеетесь, но это проблема, которая периодически, вот я там в разных формах участвую по внешней политике в Европе, и они сами эту проблему обнажают. И получается зеркальная ситуация со стороны прибывающих мигрантов. Они едут туда с пониманием того, что вы нам должны. Вы нам должны за то, что мы сейчас нуждаемся, вы нам должны за то, что вы повывозили у нас богатые ресурсы, наши страны не могли развиваться. Вы нам должны тем, что вот в Сирии, допустим, вы не можете урегулировать там проблему, принимайте нас, пожалуйста, вот такими, какими мы есть. И вот это вот, знаете, готовность Европы признать то, что они что-то должны, и требование прибывающих мигрантов в понимании того, что у нас есть права, давайте теперь нам все. Как вот сейчас, кстати, параллельная история с Америкой, когда протесты чернокожего населения привели к тому, что давайте нам выплачивать те репарации за понаверяние наших предков еще там несколько столетий назад. То же самое этот психологический феномен работает в Европе. И именно по этой причине не будет вот этой вот ассимиляции, о которой мы говорим, к сожалению. Потому что они приезжают, мигранты прибывают в Европу с пониманием того, что теперь историческая справедливость должна восторжествовать, мы должны пользоваться теми благами, которые нас когда-то забрали. Ну вот из этого у меня есть такой результирующий вывод, мой, я как бы свое мнение не навязываю, что в Европе есть и здоровые консервативные силы, которые не страдают этим комплексом вины, которые говорят фактически, мы вам ничего не должны и вообще нужно от вас закрыть границы и вас сюда не пускать. И в будущем, если так ситуация будет развиваться, наверное, эти консервативные силы, как Национальный фронт во Франции и другие, начнут обретать все большую популярность по всем странам Евросоюза. Да, но они сейчас в меньшинстве пока. Да, пока они в меньшинстве. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо вам за беседу. Спасибо. В гостях у Международной панорамы была политолог-международник Юлия Осмоловская. А что же происходит в Африке? Этим вопросом в нашем экспертном и медиа-сообществе редко кто-либо задается. Между тем, на прошлой неделе в Эфиопии началась ни много ни мало гражданская война. Правительство официально объявило войну региону Теграй на севере страны. Ранее в Теграе проигнорировали коронавирусные ограничения, введенные властями, и провели местные выборы, которые правительство страны сразу оспорило. Перед объявлением войны в мятежном регионе отключили телефонную связь и интернет, а армия начала развертывание на границах Теграя. Впрочем, по словам мятежников, скрытая мобилизация проводилась еще за несколько дней до эскалации. Правительство требует разоружения местного вооруженного ополчения и политических структур, которые проводят автономную политику. Целью войны является разгром Народного фронта освобождения Теграя и восстановление прямого контроля правительства над регионом. Объявлению войны предшествовали вооруженные столкновения между армией и ополченцами, в которых с обеих сторон были погибшие. Правительство обвиняет Народный фронт освобождения Теграя в том, что он перешел от местных столкновений к попыткам захвата армейской базы с целью завладения тяжелым вооружением. Разгорающаяся гражданская война на севере Эфиопии, невзирая на свою трагичность, имеет один почти саркастический аспект. Дело в том, что отдавший приказ о бомбардировках мятежной провинции и начале боевых действий премьер-министр страны Абий Ахмед в прошлом году стал лауреатом Нобелевской премии мира. Вот что пишет об этом американское новостное агентство CNN. Цитата. «Эскалация конфликта вызвала международные призывы к сдержанности, поскольку политические аналитики и дипломаты предупредили, что сползание к гражданской войне не только дестабилизирует страну с населением в 110 миллионов человек, но и нанесет ущерб всему региону Африканского рога». Абий, получивший в прошлом году Нобелевскую премию мира, заявил, что отдал приказ о нанесении авиаударов после того, как фронт народного освобождения от Играя напал на федеральную военную базу и попытался украсть оборудование. По его словам, последняя красная линия пересечена. Вот так вот, уважаемые зрители, вчерашние лауреаты Нобелевской премии мира становятся инициаторами сегодняшних войн. Еще один повод задуматься о том, кому в современном мире вручают эту престижную награду и за что. А на этом наша передача подошла к концу. С вами была Международная панорама и я, Данил Богатырев. До новых встреч на канале КРТ.